Здравствуйте! Меня зовут Попечец Евгения Викторовна. Я заместитель директора по воспитательной работе Института гастрономии и я приглашаю вас на экскурсию по нашему институту. Сегодня мы познакомимся с тем, как организовано образовательное пространство, а также будет возможность познакомиться с руководителями направлений. Здесь вы можете видеть стенд с компаниями-партнерами Института гастрономии. Среди них такие компании, как Simple Group, компания Artsteel, компания Belinia Gastronomic Ecosystem и, конечно же, Сибирский федеральный университет. В 2017 году Алексей Горенский, совладелица-соучредитель компании Belinia, запустил первый образовательный, максимально практикоориентированный проект в России. Этот проект готовит специалистов высшего образования в индустрии гостеприимства. И теперь это три программы бакалавриата, программа магистратуры, индивидуальные траектории развития каждого студента, а также международный диплом Института Лайф. А начиналось все с высшей школы ресторанного менеджмента. Программа готовит управленцев для индустрии гостеприимства. Выпускники смогут реализовать себя в любой сфере ресторанного бизнеса и занять управляющие должности абсолютно в любых департаментах. Логистика, HR, маркетинг, финансовая служба и другие отделы. Высшая школа ресторанного менеджмента – это программа прикладного бакалавриата для управленцев в сфере гостеприимства. И я являюсь напрямую представителем индустрии гостеприимства вот уже на протяжении 18 лет, 8 из которых являлась руководителем ресторанов нашего индустриального холдинга Беллини Гастрономики Кэссистем и на данный момент на правах руководителя высшей школы ресторанного менеджмента. Я помогаю нашим студентам изучать бизнес-процессы и осваивать практические навыки. В индустрии гостеприимства управляющий, руководитель предприятия является ключевым звеном в построении бизнес-процесса, так и построение всех бизнес-процессов, которые в нем протекают. Именно поэтому на нем сосредоточена основная функция – это сделать предприятие эффективным в долгосрочной перспективе. И здесь является важным выделить ключевой набор компетенции, за которую отвечает руководитель. Это непосредственно управление командой за результат, который он отвечает. Это обеспечение бесперебойности работы предприятия и ее эффективности в дальнейшем. И это, безусловно, умение взять на себя ответственность за предстоящие результаты. В институте гастрономии программа Высшая школа ресторанного менеджмента помогает сформировать компетенции, которые в дальнейшем помогут сформировать эффективного руководителя или открыть свой собственный бизнес. У нас сильная академическая платформа, на которой настраивается возможность большого практического опыта и также оттачивания практических навыков. Студент по итогам выпуска является компетентным во всех отраслях ресторанной индустрии, что дает ему возможность получать карьерный рост не только в ресторанной сфере, но и в смежных отраслях, таких как кейтеринг, ивент, туризм, ресторанное и гостиничное дело. Благодаря стратегическому индустриальному партнеру Белинни Гастрономик Экосистем наше обучение является практикоориентированным. И у наших студентов есть возможность за четыре года обучения пройти все стадии карьерного роста от официанта до помощника управляющего, а также большое значение уделяется функциональным подразделениям в ресторанном бизнесе. Студенты проходят практику в отделах HR, маркетинг, логистика, бережливое производство, юридический отдел. Студенты получают академические знания, нарабатывают практический опыт, участвуют в мастер-классах лидеров индустрии, нарабатывают связи и проходят стажировки у индустриальных партнеров. Благодаря такой синергии прослеживается связь глубинной сути программы. Это сильная теоретическая база, практика и бизнес. Мы воспитываем единомышленников, тех, кто будет развивать культуру гостеприимства. А затем было подписание соглашения об открытии Высшей школы гастрономии от Институт Лайф. Выпускники – это шеф-повара с двумя дипломами. Первый диплом – государственного образца Сибирского федерального университета, ведущего вуза России и крупнейшего за Уралом. Второй диплом Международной кулинарной школы Лайф. В 2022 году Институт гастрономии стал лучшим образовательным проектом по версии премии Russian Creative Awards. Для воспитания нового поколения управленцев и шеф-поваров мирового уровня Институт создал образовательную среду, направленную на раскрытие потенциала каждого студента, на развитие их профессиональных качеств и на изучение иностранных языков. История – это ресторан высокой кухни, который открыт для гостей города, и учебная лаборатория для студенческих проектов. Ресторан Истории работает в двух форматах – гастрономические обеды и ужины. Авторами гастрономических ужинов являются приглашенные топовые шефы России и мира, а ассистируют им студенты высшей школы гастрономии от Институт Лайф. Атмосферу гостеприимства создают студенты высшей школы ресторанного менеджмента. Каждый месяц мы приглашаем в Институт спикеров для проведения мастер-классов для наших студентов. Приглашенные гости – это лидеры индустрии, шеф-повара, управленцы, маркетологи. Но шеф-повара проводят не только мастер-классы, они также дают свои авторские ужины. Для наших студентов это уникальная возможность познакомиться лично, попробовать поработать в команде, ну а также договориться о стажировке. Аудитория Метро – это не просто рабочий склад, но и практическая аудитория, где студенты отрабатывают навыки логистики. Склад оснащен раздельными холодильными камерами с разной температурой и планировкой, что обеспечивает правильное хранение продуктов. А также имеются полки для правильного и удобного хранения инвентаря. На первом этаже у нас расположены два кондитерских класса – лаборатория шоколада «Алан Дюкас» и пекарский класс «Пьер Эрме». Они рассчитаны на 14 студентов и преподавателя. Для каждого предусмотрено индивидуальное рабочее место и инвентарь, что позволяет достичь максимального практического опыта. Кухни оборудованы новейшей техникой от наших партнеров – Кенвуд, Работкуб и Рациональ. Конечно, каждый год не обходится без изменений. Основным отличием этого года от прошлого является то, что наш образовательный партнер, институт «Поль Байкюз» стал институтом «Лайф». Наш партнер сменил название. Дело в том, что этот гастрономический вуз Франции решил развиваться в разных направлениях, не только в кулинарных, но также открывая другие программы, связанные с отельным менеджментом, с сервисом, с ресторанами и дальше развивать также эти направления, что повлекло за собой также и смену названия. Для нас это означает на самом деле просто смену логотипа. Наша программа как была, так и остается, с таким же содержанием. То есть наше партнерство как было крепким, так им и остается. Мы сменили наши логотипы внутри института здесь в Красноярске, так же, как и на кителях и колпаках наших студентов. Но наше соглашение о сотрудничестве, оно действует и далее, сменилось лишь название. Высшая школа гастрономии от Institute Life Executive Education. На сегодняшний день мы были первыми и являемся все еще единственными в России, единственным в России институтом, который обучает шеф-поваров на уровне высшего образования. На сегодняшний день у нас обучается на программе уже 250 студентов, пожалуй, с каждого региона нашей страны. Более 80 процентов наших студентов, это студенты не Красноярска, не Красноярского края. Ребята, которые приезжают со всей страны, от Калининграда до Владивостока, Сахалина, в общем, всей нашей необъятной родины. И на самом деле в этом ребята и поддерживают друг друга, как бы приезжая с разных вдалеке, находясь от дома, от своих родителей, от своих друзей. И такое вот, ну, действительно замечательное комьюнити здесь собираются. Студенты приезжают учиться на четыре года. Это высшее образование, четырехлетнее, бакалавриат, совместно с французским институтом LIFE, который находится в городе Лион во Франции. По окончании обучения наши студенты получают два документа об образовании. Это, конечно, диплом гособразца Сибирского федерального университета по направлению менеджмент и документ об образовании от института LIFE, в дальнейшем с которым, с двумя этими документами наши студенты, наши выпускники будущие фактически смогут работать уже по всему миру. Потому что за четыре года обучения, полтора года это практика. Что очень важно, наше образование, оно максимально практикоориентированное. Полтора года это практика в трех разных видах. Это практика здесь, в институте в Красноярске, на наших кухнях по определенной программе. Каждая неделя это определенная тематика с первого по четвертый курс. Также есть практика в ресторане-партнере в городе Красноярске и две стажировки. Общей продолжительностью девять месяцев, когда наши студенты уезжают в другие города и даже в другие страны, чтобы получить самый лучший опыт, который только возможен. Помимо полутора лет практики, конечно, все это сопровождается большим объемом теоретического материала, как профессионального, так и в углубление менеджмента. Потому что все-таки для нас очень важно выпустить студентов, которые не просто будут уметь правильно и хорошо готовить. Это очень важно. Но очень важна также управленческая составляющая, чтобы наши выпускники могли быть действительно шеф-поварами в ресторане, чтобы они знали, как работать с себестоимостью, с продуктами, с командой, с персоналом и, в общем, все то, что очень важно для управленца. И немаловажным аспектом обучения, конечно, является иностранный язык, на который мы уделяем большое внимание, и французский, и английский. То есть наши студенты изучают все восемь семестров, все четыре года английский и французский язык. И это действительно открывает им по окончании обучения возможности огромные, колоссальные. Они могут работать потом по всему миру. Ну, там уже дальше все зависит от их желаний, возможностей, амбиций. Что очень важно, мы принимаем ребят на обучение по всем правилам вступительным. Это ЕГЭ, которые должны сдать школьники, если поступают, или внутренне вступительные, если поступают после колледжа. Не обязательно иметь образование кулинарное за плечами, не обязательно иметь колоссальный опыт. Мы всему научим, но очень важно иметь действительно огромное желание, страсть к индустрии, можно даже так сказать, потому что она непростая. Работать в индустрии гостеприимства непросто, работать на кухне непросто. Но как раз, когда приходят ребята вот с этими горящими глазами, которые хотят знать больше, которые вот каждый мастер-класс, который у нас происходит, они стараются попасть везде. И по вечерам, и вне учебной программы, и по ночам, и как угодно. В общем, таких вот, таких студентов мы ищем по всей стране, готовых действительно работать, развиваться и получать все, что институт даст. Так как мы реализуем программу шефскую Вышую школу гастрономии уже 4 года, за это время мы, общаясь тоже много с индустрией, увидели также в индустрии потребность и в более узкоспециализированных кадрах, а именно в кондитерах. В кондитерах, в шефах-кондитерах, в пекарях. И так как институт гастрономии на сегодняшний день является центром компетенции в индустрии гостеприимства в нашей стране, мы решили, что эту историю тоже нужно обязательно развивать. И именно поэтому со следующего сентября, с 2024 года, мы запускаем третью новую образовательную программу, которая будет программа для кондитеров, Высшая школа кондитерского искусства. Также четырехлетняя программа с двумя стажировками, с изучением двух языков. Эта программа будет программой Института гастрономии Сибирского федерального университета, по окончании которой студенты получат диплом гособразца Сибирского федерального университета по направлению менеджмент, как и Высшая школа гастрономии. На программе с нашими студентами будут работать многие известные кондитеры российские, которые уже сейчас принимают участие в разработке этой программы. Поэтому со следующего лета, когда начнется приемная комиссия, мы, конечно, ждем студентов на все наши программы, Высшая школа ресторанного менеджмента, Высшая школа гастрономии и Высшая школа кондитерского искусства. Вся информация будет на нашем сайте, можно подробнее почитать о программе, написать нам, узнать, приехать в гости, конечно. В общем, мы ждем талантливых ребят, будущих шефов и будущих кондитеров, которые хотят развиваться именно в этой индустрии. Для проведения лекций и мастер-классов у нас предназначен амфитеатр. Это дополнительный элемент образовательной программы. И за последний год нас посетили Андрей Шмаков, Андрей Матюха, Александр Сусоев, Мир Кадзага, братья Березуцкие и многие другие лидеры индустрии. Аудитория оснащена по последнему слову техникой. Есть индивидуальное рабочее место спикера, что позволяет проводить не только теоретические занятия, но и практические мастер-классы с приготовлением блюд и дегустацией. На втором этаже расположены аудитории кулинарного искусства. Они также рассчитаны на 14 студентов и преподавателя. Практические занятия у студентов проходят понедельно. Например, неделя курицы, неделя морепродуктов, неделя овощей и так далее. В начале каждого занятия студенты прослушивают теоретический материал, а затем отправляются на кухни оттачивать на практике приобретенные знания. В конце каждой недели студенты сдают экзамен. Такую фотосессию для первокурсников мы проводим каждый год. Здесь показаны таланты наших студентов. Вне института, вне ресторанов. И это наша поддержка, силы и упорство, таланта, умение посвящать себя делу. В институте открыта лаборатория сети фарминга. Это опытная междисциплинарная лаборатория для изучения новых технологий в области выращивания культурных растений. Лаборатория состоит из трех фитотронов. В первом фитотроне растения проращиваются. Второй – экспериментальный. Здесь можно менять воздействие на растения и посмотреть, что получится. В третьем растения доращивают. В институте гастрономии реализован принцип открытости. Все аудитории выполнены в едином стиле. Стеклянные перегородки, отсутствие досок, их заменяет стены, на которых можно писать, чертить, транслировать материалы. Все это не ограничивает возможности студентов в работе. В 2021 году нашим образовательным партнером стала группа компаний «Симпл» – крупнейший российский импортер алкогольных и безалкогольных напитков. В рамках партнерства программа обучения Института гастрономии СФУ обогатилась новыми курсами по направлению маркетинга и логистики. Также была открыта специализированная аудитория. Здесь проходят занятия физкультурой у наших студентов. В Сибирском федеральном университете студенты каждый год выбирают, каким видом спорта они будут заниматься. Волейболом, баскетболом, гольфом или спортивным ориентированием. А может, каким-то другим видом спорта. На четвертом этаже расположена аудитория для потоковых занятий, небольшие переговорные комнаты для индивидуальной работы студентов и Академия стартапов. Фокус института направлен на развитие предпринимательства, поэтому для студентов открыта дополнительная студия – Академия стартапов. Это отличная возможность попробовать запустить свой бизнес еще во время обучения. Вторым шагом в развитии предпринимательства стали итоговые работы студентов. Вместо защиты классической дипломной работы студенты могут защитить открытие своего собственного ресторана. Более того, получить финансирование на его реализацию. Стратегическое управление в индустрии гостеприимства – это магистрская программа, которая сочетает в себе академические знания и опыт лидеров данной индустрии. В рамках программы можно выбрать как исследовательскую траекторию, то есть выполнить традиционную магистрскую диссертацию в виде решения какого-то исследовательского вопроса, поиска новых подходов, новых положений в данной индустрии, к развитию данной индустрии. Либо можно разработать собственный предпринимательский проект. Поэтому программа достаточно индивидуализированная. Начать обучение на данной программе может выпускник любого направления бакалавриата. Для кого-то это возможность перейти на новый, так сказать, адванс уровень, развить свои предпринимательские, управленческие скиллы. Для кого-то возможность освоить совершенно новую сферу и переключить свой фокус интересов. Академический блок программы, представленный ведущими преподавателями Сибирского федерального университета, усилен мастер-классами и лекциями ведущих спикеров индустрии. Летом 2024 года мы запускаем набор как на очную, так и на заочную форму обучения. Очная форма обучения – это возможность для тех, кто хочет сформировать новые профессиональные связи, для тех, кто не желает пропустить ни одного мероприятия от наших бизнес-партнеров, а также для тех, кому важно удобство проживания на кампусе Сибирского федерального университета. Заочная форма обучения больше подойдет для тех, кто сейчас уже работает в индустрии и хочет освоить новые знания. Для поступления на программу нужно предоставить определенный пакет документов, а также пройти вступительные испытания в виде устного собеседования и предоставить мотивационное письмо. Спасибо, что были с нами. Следующий день открытых дверей состоится 27 января в формате офлайн, а это значит в стенах нашего института. Чтобы присоединиться к событию, перейдите по QR-коду и зарегистрируйтесь. До новых встреч!